Снимаем ограничения, но не ответственность. Глава региона Кумар Аксакалов обратился к североказахстанцам, чтобы рассказать о смягчении карантина. Пока его послабления в большей степени связаны с работой объектов в областном центре. Какие запреты уберут уже со следующей недели, расскажем прямо сейчас. После выступления главы региона в столице, когда он несколько раз сказал о том, что область ждет послабление карантина, североказахстанцы находились в ожидании хороших новостей. Кумар Аксакалов еще раз подчеркнул, что строгий карантин – это вынужденная мера, и она дала положительный эффект. Поэтому, исходя из текущей эпидситуации, с 00 часов 14 декабря мы существенно ослабим режим карантина в областном центре. Блокпосты вокруг Петропавловска будут сняты. В выходные дни в Петропавловске будет работать общественный транспорт, возобновится внутриобластное автобусное сообщение. Снимаются ограничения, но не ответственность, напомнил Кумар Аксакалов, и перешел к обновленному графику работы важных для населения объектов. С 14 декабря крупные торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины будут работать с 10 утра до 22 часов, закрытием на воскресенье. Уже со следующей недели в продуктовый Петропавловске смогут сходить до 24 часов. Относится это и к супермаркетам при торговых центрах. График работы непродовольственных магазинов менее 500 квадратных метров с 8 до 22 часов. Режим работы крытых рынков с 9 до 20 часов. В воскресенье крытые рынки будут закрыты. Рынки на открытом воздухе могут работать без ограничений. К нам поступали пожелания от ресторанного бизнеса по продлению работы. Поэтому, учитывая текущую ситуацию, увеличиваем время работы объектов общественного питания до 22 часов. Но в воскресенье кафе и рестораны должны работать только на вынос и доставку еды. Режим локдауна, выходные и праздничные дни снимаются с салонов красоты. Объекты фитнес-индустрии, а также спорта, детские образовательные учреждения смогут работать еще и в субботу, что тоже можно назвать приятным бонусом для горожан. Хорошие новости и для тех, кто интересуется искусством. С 14 декабря в Петропавловске свои двери вновь открывают библиотеки, музеи и театры. Смогут работать объекты религии, но пока без проведения коллективных обрядов. Али Шарашимов, Дарья Пышмынсова, Новости МТРК.